Здравствуйте, уважаемые друзья! Сейчас я хотел бы вам показать, как мы будем с вами расписывать стену художественной росписью. Вот в данный момент вы можете видеть, это наш объем работы, это наше поле работы. То есть это столовая кухня, в которой вот не особо удачная стенка. Стенка причем такая основная. И вот эту стену нам нужно будет с вами каким-то образом улучшить. Улучшить, я думаю, что здесь у нас будет панорама картины, красивые картины. Ну и соответственно, вот смотрите, вот сейчас, например, какие вот шероховатости есть на стене. И как потом эти шероховатости уйдут по нанесению эскиза. Я думаю, что вам будет интересна сама работа, интересно то, что мы будем с вами делать. Сегодня будем писать акрилыми красками. Ну и вот поэтапно, для того, чтобы не мучить вас временем, я буду поэтапно делать небольшие видео иллюстрации, чтобы вы видели, как меняется наша, собственно, стена, за которую мы сегодня беремся с вами по художественной росписи стен. Меня зовут Буянов Дмитрий, я любитель художник. И сегодня мы с вами сделаем из этой стены великолепный шедевр в стиле Рубинса. Итак, дорогие друзья, мы с вами в прошествии неопределенного времени вновь встречаемся. И я сейчас показываю контурный рисунок, который у нас получился с вами. Контурный рисунок вместе с карандашным эскизом я написал достаточно быстро, но опять же акцентирую ваше внимание, что именно в этом заключается вся сложность создания подобных картин. То есть вы видите, что я применял здесь акрил, черный акрил, смешанный с коричневатым. И вот мы получили основную экспозицию. То есть по большому счету сейчас еще у нас есть не сама картина, а скелет самой картины будущего. В будущем, конечно же, нас ждет с вами раскраска, расцвечивание. Это тоже достаточно быстро произойдет, но хотел бы обратить ваше внимание вот на что. Как только вы создали эскиз с карандашом, после этого вы принимаетесь корректировать акриловой краской, но именно акриловой краской вы можете внести определенные изменения. То есть там, где вы немножко ошибались, вы можете внести определенные корректировки, и это будет незаметно, потому что карандаш ложится блекло, а вот акриловая краска уже, тем более на бумаге, а вы сейчас видите, что у нас основа бумага, это обои, ложится уже наверняка. Поэтому, когда вы будете исправлять акриловой краской, если вы ошибетесь, это будет очень сложно переправить. Но сейчас мы с вами перемещаемся на шаг вперед и уже расцвечиваем данную картину. Уважаемые друзья, наша работа с вами завершена. Вы сейчас уже можете видеть итоговую композицию, которая получилась в результате наших с вами действий. Ну, конечно же, ваших действий виртуально, моих практически. И вот, посмотрите, у нас получилась с вами та самая картинка, которую мы и хотели. Я говорил, что мы будем расписывать стены в стиле Питера Пауля Рубенса, его аллегории. И вот мы создали с вами аллегорию, точнее, буквально интерпретировали вольной интерпретацией, сделали вольную копию аллегории Питера Пауля Рубенса, аллегория мира, так она называется. Мы немножко добавили больше яркости, больше интересных сюжетов, то есть придерживались, конечно же, композиции Рубенса, но, тем не менее, так как мы расписываем с вами стены, то придерживаемся практицизма. Практицизма, чтобы это было не только интересно, но и нравилось, соответственно, тем людям, которые мы делаем, и нравилось вам самим, какой интерьер получается в результате вашей комнаты. Вот такая композиция у нас получилась с вами сегодня за достаточно непродолжительное количество времени. Конечно же, сам процесс я вам не показывал, сам процесс не показывал из-за того, чтобы просто вы не теряли время, рассматривая вот эту муторную, сложную работу, написание черновиков, эскизов, написание контурного рисунка, но, тем не менее, поэтапно мы все с вами вместе пронаблюдали. Я постарался вам сегодня донести, как это происходит, художественный роспись стен, исключительно любителям художников, коим я являюсь. Ну что же, дорогие друзья, я надеюсь, что вам нравится, и в будущем я буду вас удивлять все новыми и новыми роликами, которые будут несколько учить вас не только эстетике лицезрения красивого, но и как самим создавать можно вот эту красоту, как самим можно создавать и улучшать мир вокруг вас. Дорогие друзья, вместе с вами был Бенов Дмитрий. Удачи вам и до следующих видеоблогов.